Град Дмитров Град Дмитров Град Дмитров Жили те древние первобытные люди недолго. Редко кто доживал из них до 40 лет, да и тот считался у них глубоким стариком. Они были рослыми, очень сильными и хитрыми охотниками. Кроманьонцы – так сейчас называют тех первых людей, пришедших на наши земли. Когда ледник стал таять, на некоторое время здесь у нас было слишком много воды для того, чтобы люди селились. И уже достоверно известные стоянки, в частности Давыдковская стоянка самая древняя, появляется где-то в шестом тысячелетии до нашей эры, то есть 8 тысяч лет назад. Земля Дмитровская с древнейших времен была богата реками и озерами. И новые люди, осевшие на берегах местных водоемов, быстро стали умелыми рыбаками. По мере того, как таяли вечные льды, у человека появились возможности строить постоянные поселения, заниматься накопительством припасов, разнообразить формы добычи и пропитания. А в дальнейшем люди начинают потихонечку как бы обживать нашу территорию. И уже к четвертому тысячелетию до нашей эры оказывается, что на юге Дмитровского, территории нынешнего Дмитровского района, в районе озер Долгое, Круглое и Нерское, достаточно населенная территория оказывается. Это представители так называемой льяловской археологической культуры, то есть это люди, уже ведущие оседлый образ жизни, мало того, скорее всего, уже занимавшиеся земледелием и уже знавшие керамику, то есть из глины уже влепливающие сосуды, посуду и использующие их. Вечные враги земледельцев – это кочевые племена. Четыре тысячи лет назад на эти земли пришли многочисленные и агрессивные скотоводы. Они вступили в войну с местными, давно осевшими вдоль Дмитровских рек племенами. Однако слишком болотистые для кочевников места и упорное сопротивление местных жителей заставили воинственных пришельцев покинуть эти места. Лук со стрелами местных жителей победил молот и топоры из диорита пришлых людей, то есть удобнее было луком со стрелами воевать. Но в итоге эти пришлые люди уходят и растворяются дальше в истории, то есть уходят на восток, их следы теряются. А вот местное население или перемешивается, или являются предками прямыми тех людей, которые строят здесь у нас уже первые укрепленные поселения. Это угрофины, это угрофинские племена Меря. Зато следующие пришельцы, племена восточных славян, с местным финно-угорским народом Меря быстро нашли общий язык. Как и славяне, Меря был оседлым народом, строил высокие городища, в которых вел сложное хозяйство с различными промыслами. Местное славяно-финно-угорское население имело двух мощных союзников – леса и реки. Леса давали строительный материал, в лесах собирали грибы и ягоду, лес уберегал от неожиданных вторжений врагов. Река также была кормильцем для местного жителя, она была идеальной дорогой для торговца. В древности расселение шло именно по рекам, и жилые места особенно сгущались по берегам бойких судоходных рек. Но ничто не давалось в те времена без упорного труда. Например, чтобы взять у леса участок для будущей пашни, приходилось проявлять недюжинное упорство и трудолюбие. Приходилось, соответственно, леса вырубать, так называемое подсечь на огневое земледелие, то есть выжигать леса, вырубать, выжигать. И эта зола шла на дополнительные удобрения нашей тоже достаточно уж не очень плодородной почвы. Хотя в поймах рек, в той же самой пойме реки Яхрома, почвы были достаточно плодородные. Не секрет, что наши предки-язычники обожествляли природу. Деревья, рощи, дубравы, реки, землю, небо, камни. На территории современной Руси находится всего несколько камней, которые до сих пор считаются священными для славян и являются святилищами. Одним из них является и Киндяковский или Шутов камень, который находится возле деревни Киндякова Дмитровского района. Представляет он из себя валун, мегалит, длиной в полтора метра. Судя по поверьям, Шутов камень является одним из девяти осколков Аллатырь камня. Он имеет славу камня-целителя, особенно что касается детских болезней. Другим памятником тех далеких времен, сохранившимся до ныне, стали остатки финно-славянских городищ. На нашей территории два городища. Вот такие известные Синьковское городище и Кикинское городище. Причем Кикинское городище мало исследовано, гораздо больше по размерам и вполне может претендовать на некий племенной центр. Защищенные лесами и реками от соседних более воинственных племен, местные Кривичи, Вятичи и Мерия приобрели характер независимый, жили самодостаточной жизнью. Еще князь Святослав безуспешно пытался покорить эти племена, но по-настоящему княжескую власть нашим свободолюбивым предкам удалось навязать только после распада Киевской Руси, когда правители северо-восточных княжеств активно начали осваивать свои территории. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ